Кто из нас хотя бы раз в жизни не испытывал свою удачу, приобретая лотерейный билет? Согласитесь, ситуация знакома каждому. Только кому-то предстояло испытать сладкий вкус победы, а кому-то горечь поражения. С таким положением дел в корне не согласны организаторы местной лотереи «Брестская крепость-герой». Характер призового фонда определяется таким образом в наших лотереях в Бресте и Брестской области, что фактически по структуре призового фонда каждый третий билет подкрепляется определенным каким-то денежным выигрышем. Действительно, шанс выиграть увеличивается в три раза, и счастливых обладателей призов становится все больше. В ходе проведения 14-го тиража состоялось и торжественное вручение главного приза. Ключей от однокомнатной квартиры в нашем городе победительницы мгновенной лотереи «Брестская пуща» Татьяне Колоцей. Лотерея была, мгновенная лотерея местная «Брестская пуща». Мы регулярно приобретаем эти лотереи для учреждения образования, потому что это социальный проект. Сели в кружочек, и каждый свое начал вытирать. У меня оказалось три раза «дом, дом, дом». Мы все позвонили в Брестские лотереи, нам сказали «дом – это значит дом». Испытать удачу может любой желающий, как это сделал во время розыгрыша тиража Валентин Милошевский. И хотя его лотерейный билет не стал выигрышным, к ситуации глава администрации Ленинского района отнесся философски. Лотерея – это игра. В любой игре можно выиграть, можно проиграть. Но для того, чтобы выиграть, нужно участвовать. Мы в другой раз обижаемся на судьбу или, наверное, на организатора лотереи, что не все выигрывают. Они могут все выиграть. А все деньги, которые заработаны за фонд лотереи, они, конечно, идут на развитие материально-технической базы, учреждений, образования, физкультуры, здравоохранения. То есть эти деньги идут на благие цели. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.